Всем привет, это я Алексей Гущин, психолог, и мы сегодня с вами поговорим о том, что делать, когда всё бесит. И действительно бывает такое ситуации, ко мне часто обращаются с тем, что вы знаете, я там молодая мама, у меня ребёнку 2 года или 3, вот ребёнок не слушается, и он меня реально раздражает, я начинаю на него орать, там ещё что-нибудь наказывать, ну, малая ситуация, множество, да. Или бывает так, что я там, не знаю, офисный сотрудник, и меня раздражает начальник, ещё кто-то там ору, или просто бешусь, и мне с вами плохо от этого. И что делать в этой ситуации? Ну, в принципе, можно принять то, что все вокруг оленей, и как бы придётся жить среди оленей и смириться. Так, возможно, или можно всё-таки подумать о том, если меня так всё реально раздражает, то, возможно, что-то где-то в моей нервной системе не так, почему я так очень бюрно на всё реагирую. Вот. И для этого, ну, надо понимать о том, что ваша нервная система, она может нагружаться, может перегружаться, и чем больше ему нагружено, тем больше всё вокруг раздражает, или мораживает, или бесит, и значительно более быстро вспыхивает. Вот. Поэтому важно научиться приводить себя в эмоциональное спокойствие, в порядок, и, в принципе, некоторые темы я вам уже давал, и сегодня я вам дам ещё парочку техник, которые могут позволить вам быстренько себя успокоить. Первая техника очень простая. Вы сейчас, пока мы тренируетесь, делаете, как я сказал, а потом руки, глаз не на грудь будут никуда. Итак, кладёте сейчас руку одну на грудь, вторую на живот, положили, глаза закрыли, делаем глубокий, спокойный вдох, задержали дыхание, и теперь более спокойный, длинный выдох, чем вдох. Опять делаем спокойный вдох, глубокий, полный. То есть, сделали вдох полный грудью и животом, задержали дыхание, и теперь более спокойный, длинный выдох, чем вдох. Так вы делаете 3-4-5 раз, руки класть потом не обязательно, просто сейчас мы, для того, чтобы вы почувствовали, когда делается полный вдох грудью и животом, то есть, руки действительно поднимаются, то есть, это ощущение полной наполненности воздуха. Итак, в принципе, 3-5 раз вот так подышали, скорее всего, головная немножко начнёт отъезжать, и тело станет, скорее всего, теплее, и наступает этот момент успокоения, и это нормально, и это хорошо. В принципе, техника позволяет быстро прийти в себя, и, сделав такие 3 вдоха, вероятность того, что сразу вы кого-то заорёте, значительно ниже снижается, по крайней мере, даёт возможность вам привести себя в порядок. Вот это первая техника, и, в принципе, она основная, потому что очень многие вещи в саморегуляции, в быстрой саморегуляции, основаны на том, чтобы... на дыхательных техниках, да? Вот, есть ещё одна такая пословица, мне очень нравилась, в своё время сказала одна женщина, и в ситуации, когда вот что-то припекло, я её вспоминаю, она действительно помогает. Такая пословица, если хочешь что-то сказать или что-то сделать срочно, ничего не говори, ничего не делай. Вот, это не говорит о том, что вам необходимо бездействовать, но когда у вас шкалят эмоции, то ваши принятые решения, ваши слова, ваши действия, очень часто они приводят к каким-то печальным негативным последствиям. Поэтому, перед тем, как выдать какую-то реакцию на вот, яркую реакцию, да, хорошо бы посчитать до десяти или до ста. Вот, хорошо позволяет ещё канцелярская кнопка, у вас начинает шкалить эмоции, если вы крутите в руках эту канцелярскую кнопку, по крайней мере, пока вы учитесь управлять своими эмоциями, вы берёте и нажимаете на неё, да, то есть пальцем нажимаете, вам становится больно. Но что самое интересное, когда телу больно, у него эмоции как бы сужаются, и наступает определённая эмоциональная ясность. Когда очень больно, да, мозг отключается, но вот именно момент, когда у вас эмоции шкалят, и вы сделали болевую точку, там, ущипнули больно себя, нажали на кнопку, да, ещё что-то. В этот момент сознание приходит как бы в такой, хоп, в состоянии собранности, потому что что-то надо делать с болевым шоком. И тем самым вы, опять же, быстро приводите себя в порядок, в чувстве, и после этого думаете, правда ли я хочу так отреагировать. Если правда, то уже действует, и если не правда, то, следовательно, думайте, какую другую реакцию вам выбрать, потому что важно в ситуации, там, стресса, ещё что-то найти, правильное решение, правильный выход, правильную модель поведения, да. О модели поведения мы с вами поговорим в таком виде в следующих видео. Пока, всем до свидания, чувствуйте себя хорошо, научитесь успокаиваться, если есть вопросы, пишите, задавайте. Делаем репосты, всем пока, с вами был Алексей Гущин, психолог.